Кому микробы на обед? Именно такую табличку можно повесить на незаконный ларек, торгующий шаурмой на украинской. Ни разрешений, ни документов, ни сертификатов. Именно поэтому торговая точка попала в поле зрения правоохранителей. Уличная торговля, бич ветеринарно-санитарной безопасности Южно-Сахалинска. Моя коллега Мария Денисенко убеждалась в этом лично. Вот эта вот непонятная субстанция, которая, собственно, видимо, приправляет продукцию, пахнет непонятно чем, по чебурекам ползают мухи. Я, в общем, не очень понимаю, кто может брать здесь эту продукцию, но, видимо, она пользуется спросом, потому что ценник вполне приличный. Вот картофель тушеный с мясом, лангман за 200 рублей, самца за 80. Впрочем, с антисанитарией продавец начала бороться сразу, помыла руки и все в порядке. Сотрудники УФМС уводят гражданку из страны ближнего зарубежья оформлять протокол. Оказалось нелегалкой. Административная комиссия мэрии Южно-Сахалинска такие рейды проводит регулярно, привлекая сотрудников полиции и других служб по необходимости. Вскоре появляется владелец ларька. Разобраться в ситуации. Удивляется, что не попросили привезти документы. Если бы сразу сказали, тогда бы и привез. Для ревизоров это не ответ. В дальнейшем, значит, мы будем проводить мероприятия на то, чтобы данного торгового павильона больше здесь не было. Владелец, конечно, заплатит штраф и ларек закроет. Правда, ненадолго. Пару часов для вида. Об этом говорит открыто. А мы сейчас едем в обратно откроется? Ну, конечно, откроем, ее не закроем. Страха нет потому, что уличные торговцы отлично знают ликвидировать незаконную точку властям довольно сложно, несмотря на заявление об обратном. Как ни парадоксально звучит, мало рычагов давления. Эту проблему мы уже поднимали в эфире нашего дня. На прошлой неделе торговец с овощами и фруктами Рамис рассказал, все, что могут сделать представители закона, штрафовать на 5000 рублей в день. Тогда показал пачку квитанции, честно оплаченных штрафов, на 80 тысяч рублей в месяц. Рамис и сейчас торгует на своем месте, недалеко от перекрестка улиц Сахалинска и Ленина. Уже оплатил несколько новых штрафов, получатель которых городской бюджет, то есть мэрия Южно-Сахалинска. И это штрафы, получается, администрации Южно-Сахалинска. То есть они уходят в администрацию, в мэрию, правильно я понимаю? Они меряют. Ну, я думаю, вот, на их несчеты. Это их несчеты. Вот, вот, я тебе покажу. Со стороны может привидеться коррупционная схема. Санкции за нарушения выглядят как рента за торговое место. Городские власти такие подозрения отметают. Была бы возможность, разогнали бы всю уличную торговлю. Но закон предполагает лишь административную ответственность. Вот и следует этой букве. А соответствующий нормативно-правовой акт уже областное ведение. В Сахалинской думе закон об административных правонарушениях тоже тема больная. За его положениями следит прокуратура. Значительная их часть была отменена в 2012 году. Цепь перекладывания ответственности продолжается. Положа руку на сердце, никто из исполнительного власти ни города, ни области конкретно этим вопросом не занимается. Все занимаются. И правоохранительные органы, и Роспотребнадзор, которые у нас же все всем занимаются. А в конечном итоге никто ничем не занимается. Поэтому здесь вполне возможно и коррупционная составляющая, потому что эти места могут продавать, грубо говоря, и крешивать. Вот так и замыкается полный круг. При этом страдают граждане. Все продукты с уличных прилавков просто-напросто опасны. Об этом ежегодно сообщают областные и городские санэпидемслужбы. Такой товар никто не проверяет и не сертифицирует. Незаконная продукция не попадает ни в чье ведение. На пике уличной торговли, когда к постоянному фону из шаурмы, чебуреков и других подобных продуктов на прилавке поспевают все урожаи фруктов, овощей и ягод, инфекционное отделение горбольницы забито битком. Бывают случаи гепатита А. Тут, конечно, играет другой фактор – несознательность покупателей. Законностью торговли и документами мало кто интересуется. И все же так ли убедительно бессилие всех уровней власти в борьбе с незаконной торговлей? Понятно только в сравнении с другими регионами. Среди передовиков – Пермь, Тюмень, Иркутск, Камчатка. Здесь имеют полное право конфисковывать прямо с прилавков и уничтожать продукцию без документов. В некоторых регионах торговля без регистрации ИП влечет за собой штраф от 10 до 20 тысяч рублей, то есть куда менее подъемный, чем ежедневно платят незаконные предприниматели в Южно-Сахалинске. И все же шаги к оздоровлению торгового климата в областном центре власти предпринимают. Идея в том, чтобы создать площадку с санитарным контролем, но исключить накрутки за аренду. Сейчас в городе заложен камень такого центра оптового, где мы сможем, типа оптового рынка, где смогут все и предприятия, и магазины, и люди, граждане, могут прийти и приобрести продукцию в совершенно нормальных условиях, которые отвечают всем требованиям. Речь идет об агропарке, который планируют на условиях государственно-частного партнерства к 2017 году возвести и открыть для посетителей на площадке у Ситимола. Конечно, сам по себе этот проект не прогонит торговцев с улиц, но если удастся обеспечить доступную цену, инициаторы строительства уверены, сами покупатели поспособствуют исчезновению незаконной торговли, проголосовав рублем.